Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и нас уже с вами, когда вы это смотрите, 100%, 12 тысяч или больше, так что спасибо, что подписываетесь на канал, если вам нравится такой контент. Вчера мы выложили видос для начинающих, как купить биткоин, как создать аккаунт на бирже, как завести кошелек, и рассматривали там альткоины к биткоину. Короче, много интересной инфы, обязательно зацените, сейчас он появится у вас сверху. Но сегодня мы приготовили для вас сумасшедшую нарезку из зарубежной аналитики и перевели четырех очень крутых чуваков, поэтому смотрите скорее. Как мэр Нью-Йорка, я бы вложил все деньги преобразования города в хаб для биткоина. Человек, который хотел раздавать всем и всегда деньги, теперь говорит, что построит город на самых жестких деньгах. Что за политическая шляпка? Компания рассмотрит приемы платежей в биткоинах от клиентов. Мастер-карт собирается начать принимать платежи в криптовалюте. Первый канадский биткоин-ETF был запущен. Комиссия города Майами успешно протолкнула разрешение, позволяющее муниципальному работнику получать заработку в биткоине. Новый all-time high биткоина. Все, могу я начать. Амазон исследует цифровую валюту. Самый старый банк Америки собирается поддерживать и опекать биткоин от лица своих... Крипто-приложение BitPay добавляет поддержку Apple Pay, и к их оплаченной мастер-карт Джек Дорси и Jay-Z собираются спонсировать разработку новым взносом 500 BTC. Хм, может надо было использовать трек Jay-Z для интро? Так много тем на сегодня, это дико. 50 тысяч выглядит сейчас как все, кроме преждевременного заключения. Мы смотрим на начало целой лавины адаптации, но вне зависимости от всей биткоин-мании, я хочу с вами поделиться. Большинство людей до сих пор не имеют понятия, что такое криптовалюты. Освещение прессы по большей части негативно, большинство криптовалют все еще в разработке. Большинство продавцов не принимают криптовалюты, криптовалюты все еще проседают в пользовательском опыте. Я имею в виду, все это может и правда, ставь лайк, если согласен. Но давайте посмотрим на цифры. С каких пор это нормально видеть поддержку знаменитостей в адрес Justin Sun? Кто-нибудь ловит вайп начала 2018-х? Тем не менее, несмотря на это, я чувствую себя сейчас как Майкл. Никаких вопросов, я готов пострадать снова. Нет, не тот Майкл, хотя это было очень уместно. Это подарок, единственный в тысячу лет. Вы когда-нибудь видели создание фундаментально новой вещи? Это возможность, выпадающая раз в тысячу лет. Вы можете вложиться в нее в начале. У нас есть подарок, я не пытаюсь вам сказать. Оповещение меня напугало. Не пытаюсь вам сказать, что в этот раз все по-другому, потому что никто не может определенно сказать. Даже мое голосование на эту тему было очень неоднозначным. Но глядя на эти данные, которыми я собираюсь с вами поделиться, это может быть потенциально ухабистая дорога. Но я думаю, что мы все ее пройдем. Давайте взглянем на адапционные данные биткоина по миру и набор самых популярных индикаторов на тему пика в этом бычьем цикле. В первую очередь, сколько человек вовлечено и использует биткоин сейчас? Это очень трудно подсчитать. Один человек может создать 100 кошельков, пока другой может создать ноль, используя просто биржу. Существует всего 1,2 миллиона активных биткоин-адресов по всему миру, но лучший индикатор, который у нас есть, это общее число кошельков, по крайней мере, с одним долларом. Мировая адаптация стоит на могуче отметки в менее чем полпроцента. Во! Если первый бычий рынок был спровоцирован шифропанк-гиками, второй — революционерами и любителями приватности, или просто везунчиками, давайте будем честны, третий — розничным сообществом. Вы видите, что эти сообщества были достаточно эмоциональны. И если есть одно сообщество неэмоциональное, которое имеет в 10 раз больше денег, чем предыдущие, группы все вместе взятые, то это институционалы. А также, ребятушки, обратите внимание на прекрасный криптоканал, который называется Che Guevara. Ссылку вы найдете в описании. Здесь ведутся активные сигналы по трейдингу, новости криптовалют и прочее, всякое другое-другое. В общем, зацените этот канал, обязательно перейдя по ссылке из описания. Я думаю, вам понравится. Называется Che Guevara. Привет, чуваки, это Кевин. Смотрите, что произойдет дальше, чего мы можем ожидать от рынка биткоина, какие знаки мы можем увидеть, чтобы максимизировать свои возможности, и когда вообще этот бычий рынок закончится. Просто чтобы прояснить, хочу сказать, что я думаю, у нас еще будет много месяцев восходящего движения в этом параболическом закруглении. Но просто как референс, давайте взглянем на график 2017 года. Вот у нас была первая параболическая структура после перебития all-time high предыдущего. И я бы сказал, что мы сейчас где-то вот здесь. У нас было первое параболическое движение, первый откат и пробитие первого параболического high. Вот где мы сейчас находимся, и у нас еще несколько месяцев как минимум хорошего восходящего движения, как мне видится. Вот, мы сейчас здесь. Смотрите, первое пробитие all-time high, первый откат, и первое пробитие предыдущего параболического high, нового. И мы сейчас находимся как раз вот здесь, в стадии усиления движения. И что происходит здесь? Это называется эмоциональная отдача, которую мы видим с рынка. Все делают деньги, я делаю в крипто деньги, я говорю вам об этом. Вы делаете в крипто деньги, вы говорите об этом. И все начинают больше слышать об этом, покупать крипто, и они начинают делать деньги и говорить людям об этом. И это создает сетевой эффект массовой адаптации. Но мы должны помнить, что массовая адаптация – это не то, что происходит за одну ночь. Это занимает годы и десятилетия. И каждая волна, каждая волна этого четырехлетнего бычьего цикла – 2013, 2017 и 2021. Каждый бычий рынок – это новый уровень массовой адаптации. 2017-й был массовой адаптацией, но сейчас мы становимся больше. Мы видим институциональное массовое принятие. Мы видим, как Тесла покупает, и это влечет за собой еще большее массовое принятие на институциональном уровне. И у нас есть новости, что ETF уже запустился в Канаде, и собираются запустить ETF в этом году в Соединенных Штатах. И вот чего я жду. Потому что для меня это будет сигнал потенциальной вершины. Я думаю, что смотри, глядя на биткоин сейчас на дневных свечках, мы видим, что у нас усиление экспоненциального движения. Как я вам показывал, ребята, у нас в этом фрактальном паттерне, мы сейчас перебиваем предыдущий новый хай, как в 2017-м, в начале 2017-го. И я думаю, что мы сейчас потусим здесь еще неделю или две, и скорее всего мы улетим куда-то на 70 или 80, посмотрим, что будет. Примерно. Как минимум 10 тысяч долларов отсюда наверх. И потом мы, скорее всего, заторгуемся в боковике и пробьем этот паттерн, чтобы создать более масштабный паттерн. Это классическая штука в бычьего рынка. Мы можем упасть сильно, даже куда-нибудь на 50 тысяч, но создать этим еще больший параболический тренд. И нужно будет нарисовать новые трендовые, здесь более закругляющиеся, для создания параболы. И это классическая история в биткоине. Эмоциональный фидбэк, переоцененность. И дальше, что я думаю, произойдет, что мы создадим более параболическое движение, куда-нибудь на 200, на 250 тысяч. И вот когда биткоин упадет настолько, что пробьет параболическое... Но после этого биткоин должен упасть уже так сильно, что пробьет параболическое закругление, пробьет эту параболическую дугу трендовую. Вот когда биткоин пробьет эту параболическую трендовую дугу, вот это для меня будет сигнал на продажу. Это будет означать, что спрос уже не такой сильный, чтобы удерживать наш параболический тренд. И таким образом это будет знак на то, что все, восходящий тренд закончился. И вот чего я жду, ребят, что ETF утвердят именно в этот момент, когда у биткоина будет вершина нынешнего бычьего цикла. И после этого мы сломаем параболическую структуру и уйдем вниз. Вот чего я ожидаю. Я думаю, что Уолл-стрит планирует сейчас сделать следующее. Они запампят рынок высоко, насколько это возможно, очень высоко. И после того, как выйдет ETF, биткоин-ETF, они удостоверятся в том, что цена невероятно перекуплена, невероятно переоценена, и они зашортят биткоин на ETF. И вот как это работает. Вот как они играют в эти игры. И, конечно же, мы вступим тогда в более долгий медвежий рынок с консолидацией. И уже до следующего халвинга, куда-нибудь на 50, на 60 тысяч, спадет ФОМА, и до следующего халвинга мы будем там тусить. Вот так вот говорит Кевин. Спасибо ему большое за этот фрагмент. Ребята, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем привет, спасибо, что впрыгиваете обратно на Into the Cryptoverse. Сегодня мы поговорим про биткоин и про индикатор, предсказывающий вершину. Этот индикатор был создан Филиппом Свифтом, так что большой ему привет и респект. Мы посмотрим на этот индикатор, поскольку было много просьб посмотреть на него. Что мы можем из него увидеть? То, что тут есть 350-дневная средняя скользящая. Окей, то есть 2XA на 350-дневную, и также 100-я и 11-я. И основная идея в том, что когда они пересекаются, исторически вершина цикла случается буквально через 3 дня после этого. И вот вы здесь видели, у нас было пересечение и вершины перед хорошей коррекцией, и здесь тоже было пересечение и вершина, и здесь тоже вы видите, что у нас было пересечение и вершина цикла в 3 днях отсюда. Так что, что мы здесь можем сказать, это, поскольку я получал много вопросов по этому поводу, означает ли пересечение, что это вершина цикла? Нет, это не означает. Это было последние 3 раза, как вы видите, но это не означает на 100%, что это будет, пересечение станет вершиной в этом цикле. Но мы можем посмотреть с вами, что вот здесь, у нас было пересечение, была вершина, и за этим последовала достаточно сильная коррекция, на 75% примерно, но после этого мы снова быстро восстановились и пошли еще выше. Так что это не обязательно должно быть индикатором, что это вершина рыночного цикла, это может быть промежуточная локальная вершина внутри большего рыночного цикла. Так что я верю, что, как вот здесь может быть, что у нас второй пик в 2013 был буквально сразу. Так что в конце ноября 2013, да, мы видели пересечение, и в апреле 2013. Так что дальше смотрим 2017, и у нас тут снова пересечение, и большая вершина цикла. И причина, по которой мы сейчас об этом говорим, потому что эти линии сближаются. И смотрите, нет гарантии, что они пересекутся сейчас, потому что, смотрите, у нас было в 2017, что они очень сильно сблизились, но после этого мы видели 40% дамп, и они снова отдалились, поскольку краткосрочная линия не пересекла до долгосрочную. Так что если сейчас цена биткоина не увидит сильной коррекции в ближайшей неделе, то это возможно, я уже даже посчитал на калькуляторе, очень возможно, что мы увидим пересечение этих двух средних скользящих, поскольку мы, скорее всего, да, это увидим. И вопрос в том, будет ли это индикатором, что это локальная вершина, и вообще вершина цикла. Исторически, да, это так было, но в середине бычьего рынка оно тоже может показать, так что это просто еще один индикатор в нашу коробку с индикаторами, чтобы с ним считаться. Так что сейчас по факту вы видите, что эти две линии не так далеко друг от друга, и они сейчас друг от друга буквально на 10%. Если вы посмотрите в начале февраля, они были друг от друга на 19%, на 20%. Если вы посмотрите в середине января, они были друг от друга на 30%. Так что 30, 20 и 10. Каждые две недели мы сближаемся ближе и ближе. Эти две линии сближаются ближе и ближе. Через две недели они могут быть всего 5% друг от друга. Так что мы с вами приближаемся к теоретическому пересечению, к потенциальному пересечению этих двух мувингов, если цена полетит еще выше без каких-то серьезных откатов, потому что это тогда подтянет за собой краткосрочный мувинг, и он пересечет долгосрочный. Так что, ребят, надеюсь, вы заценили этот анализ с этим индикатором насчет предсказания вершины цикла. И посмотрим. Остается только посмотреть, как это будет справедливо и как отработает этот индикатор в плане предсказания локальной вершины. Так что подпишитесь на канал и поставьте лайк, если вам понравилось. Да, ребята, если вы зацениваете такой формат с переводами зарубежной аналитики, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Все ссылки на оригиналы видосов, которые вы смотрите, и на канал этих чуваков в описании. Если вы понимаете английский, обязательно на них подпишитесь. Ну и вот мы переходим к последнему фрагменту от Олесио Растани. Давайте же его посмотрим. Спасибо за перевод, Сёрфи. Привет, это Олесио. Надеюсь, вы в порядке. Это видео может стать очень особенным и важным, потому что в этом видео я потелюсь с вами ключевым секретом о том, как вы можете распознать бычьи ловушки в момент их образования. Некоторые могут спрашивать, как мы можем понять, что определенное движение в цене является бычьей ловушкой. Потенциальной бычьей ловушкой или ложным пробоем. Поэтому оставайтесь со мной, потому что я поделюсь с вами ключевым секретом распознания ложных пробоев и бычьих ловушек. Как вы можете знать, в волновой теории Эллиота сказано, что коррекционное движение состоит из трех волн, называемых А, Б, С. Как вы видите из этого графика, нормальная, типичная коррекция обычно состоит из трех волн А, Б и С. Волна А вниз, Б вверх и С вниз. Кстати, А, Б, С структура обычно 3, 3, 5. Другими словами, три волны вниз, три волны вверх и пять вниз. Я не хочу вас запутать, все, что вам нужно помнить сейчас, это то, что волна Б внутри А, Б, С. Волна Б обычно состоит из трех волн. И они тоже называются А, Б, С. Вот почему это важно и как это вам поможет. Некоторые спрашивали, может ли волна Б подняться выше, чем вверх волны А. Другими словами, возможно ли, что в структуре А, Б, С волна Б поднимется выше А. Как вы можете видеть здесь? Возможно ли это вообще в волновой теории Эллиота? И ответ — да. Как вы видите из этого графика, это абсолютно возможно, что волна Б поднимется выше вверх волны А. Вот что говорит Роберт Практор, один из лучших техников волновой теории Эллиота. В книге «Принцип волн Эллиота» Роберт Практор говорит, «Волны Б — фальшивки, подлые ходы, бычьи ловушки, рай спекулянта, ургии ментальности несуразных лотерей или выражения тупого институционального самоуспокоения или и то, и другое. Они обычно не подтверждены другими средними, редко технически сильны и практически всегда обречены на завершение восстановления волной С». Если аналитик может легко сказать себе, что с этим рынком что-то не так, скорее всего, это волна Б. И, кстати, он приводит пример. Вот пример в этом графике. Он тоже из книги «Принцип волны Эллиота». И вы можете видеть на этом примере. Мы имеем сценарий А, Б, С, А, Б, С — коррекцию. Но заметьте, после волны А волна Б взлетает. Волна Б побивает предыдущий максимум, начало предыдущей волны А, а потом падает в гигантской волне С. Это классический пример бычьей ловушки. Классический сценарий бычьей ловушки ложного пробоя. Потому что посмотрите, что делает волна Б. Волна Б берет предыдущие верха. По факту это подлый ход, ложный рост. Он засасывает всех. Все думают, о, мы идем наверх. Только что происходит? Цена идет далеко вниз. Помните, одна из ключевых характеристик волны Б — это бычья ловушка или ложный пробой. Примеры этому есть и в биткоине. Биткоин делал это много раз. Посмотрите, волна А вниз, рост Б. И что сделал рост Б? Он взял верха, всего несколько очков, чтобы взять верха, и рухнул. Это классический ложный пробой, потому что он взял прежние верха, потом быстро развернулся и опять пошел вниз. Красивая классическая ситуация бычьей ловушки ложного пробоя. Когда вы видите такой ложный пробой при наличии медвежьей дивергенции, особенно когда присутствует слишком бычье настроение, бычье настроение, медвежья дивергенция, предыдущие верха с ложным пробоем, классическая волна Б. Некоторые могут спросить, как ты можешь сказать с высокой вероятностью, что это волна Б? И вот ключевой секрет. Что вы должны сделать, это посчитать количество волн внутри этого роста. Когда вы видите рост, сколько в нем волн? Три или пять? Если пять, скорее всего это не волна Б. Но если три, тогда скорее всего это волна Б, ложный пробой или бычья ловушка. Ключ в том, чтобы посчитать количество волн внутри этого роста. Если три — это волна Б, если нет, то не волна Б. Всем профита, это канал Крипто Комманс. Спасибо, что подписываетесь на канал, если вам нравится такой контент.